В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В детской поликлинике в Видном готовят к работе аппарат МРТ. Газы, которыми сейчас заправляют аппарат МРТ, безопасны. В Доме правительства Московской области сертификат на получение жилья получила воспитатель Видномской школы номер 2 Екатерина Авилова. По соглашению мы должны купить квартиру, именно выбрать квартиру в Ленинском городском округе, либо в ближайшие территории. Пальма и розы Зинаиды Морозовой. В горках Ленинских новая выставка. Очень сжатые были сроки и очень большое количество партнеров. Такого у нас еще не было. В детской поликлинике в Видном завершается ремонт входной группы и части первого этажа. Кроме того, совсем скоро вновь заработают аппарат МРТ. Сейчас сервисные службы занимаются его наладкой и заправкой жидкими газами. Аппарат МРТ в Видномской детской поликлинике не работает уже более полугода. Все это время медики вынуждены были направлять пациентов на обследование в другие лечебные учреждения. Мы направляли в Мацомт, это в Люберцы, в Балашиху, в Домодедово направляли или во все федеральные учреждения. В общем-то по показаниям. Поэтому было не очень удобно. В основном это травматологические заболевания. Есть заболевания, чтобы диагностироваться, заболевания внутренних органов в том числе. Заболевания головного мозга. Сейчас сервисные службы уже приступили к ремонту и заправке аппарата МРТ жидкими газами. Сначала азотом, затем гелием. Процесс вызвал вопросы у некоторых родителей. Насколько это безопасно для маленьких пациентов? Газы, которыми сейчас заправляют аппарат МРТ, безопасны. Пусть родители не волнуются и чувствуют себя комфортно на территории поликлиники. В появлении пара или облака такого белого цвета – это обычный технологический процесс. Также продолжается ремонт входной группы и части первого этажа здания детской поликлиники. Но большинство родителей маленьких пациентов изменением рады и с нетерпением ждут окончания работ. К процессу ремонта я отношусь, безусловно, положительно. Хочется нашу поликлинику увидеть новый, обновленный. А также по поводу МРТ, конечно, хотелось бы в шаговой доступности, чтобы мамочкам с детьми никуда не приходилось ездить далеко. Очень удобно сделать все сразу здесь. Аппарат МРТ подготовят к работе в течение месяца. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Доме правительства Московской области 19 педагогам дошкольного образования вручили документы на получение жилья по программе «Социальная ипотека». Среди них Екатерина Авилова, воспитатель Видновской школы номер 2. Существливой обладательницей сертификата встретилась наша съемочная группа. Хвостик рисуем. Посмотрите, хвостики могут быть самые разнообразные у рыбок. Особенно аквариумные рыбки. Они совсем разные. Уроженка Ростовской области Екатерина Авилова переехала в Видное в 2019 году. Воспитателя с 10-летним стажем с радостью приняли на работу в детский сад «Яблонька». По первому образованию наша героиня – агроном-эколог. Но профессию сменила по семейным обстоятельствам и ни разу об этом не пожалела. «Когда родилась дочь, я пришла работать в детский сад. Совершенно случайно, чтобы ее устроили детский сад. И мне понравилось работать с детьми. Я видела их искренние глазки, смотрела, как они относятся трепетно к своим воспитателям. И мне тоже захотелось работать воспитателем. Я пошла учиться, закончила Белгородский педагогический колледж. Потом прошла переподготовку на воспитатель-логопедическую группу». Для Екатерины быть воспитателем – это словно каждый день возвращаться в детство, удивляться и радоваться. «Я уже давно Екатерину Сергеевну знаю с детства. С ней очень весело. Мы в пятой группе играли в одну игру очень интересную. И она очень хорошая и всегда придет на помощь». «Она добрая, хорошая и постоянно играет с нами». Видно, Екатерина жила у своих родственников. Обратить внимание на программу социальной ипотеки для воспитателей посоветовали коллеги. Рассказывает и немного волновалась, но решила рискнуть. Подала документы в феврале. После удачного собеседования пришло долгожданное подтверждение. И вот она среди счастливых обладательниц сертификата на жилищную субсидию. «По соглашению мы должны купить квартиру, именно выбрать квартиру в Ленинском городском округе, либо ближайшие территории. Но, конечно, я хочу где-нибудь здесь поближе купить, чтобы мне удобно было добираться до моего учреждения». Претендовать на жилье по такой схеме может педагог со стажем работы не меньше пяти лет, из которых первые три года прошли на территории Подмосковья. По условиям программы покупку квартиры оплачивает областной бюджет, а владелец покрывает лишь проценты по кредиту. В этом году сертификаты на жилье получат еще более 70 учителей и педагогов дошкольного образования. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Золотистый ретривер Лёва – хороший компаньон, верный друг, помощник нейропсихолога и просто любимый пёс семьи Афониных. Вот уже почти месяц, как Лёва пропал. Что случилось с собакой, попыталась выяснить наша съемочная группа. «Пропала собака» – объявление об исчезновении своего любимца Ольга и ее сынишка Виталик расклеивают по всей округе уже почти месяц. Золотистый ретривер по кличке Лёва пропал 29 мая этого года. Ничего не предвещало. Мы думали, что он где-то, я думала, что он со знакомой внизу, она думала, что он со мной, и, соответственно, мы сразу не хватились. А потом уже ближе к вечеру, я смотрю, что-то нету, косточки я ему выложила, и я смотрю, что не ест он. Лёвина лежанка пустует. Даже подружка пса-кошка Пеппа загрустила, оставив игрушки, в которые они играли вместе. А что говорить о маленьком Витале? Для него пропажа любимой собаки стала настоящей трагедией. Ну что, соскучилась? И я соскучилась. Хоть бы он нашелся, правда? Лёву видели в обществе девушки, поившей его водой. Она запечатлена на листовках. По словам очевидца, на пса пытались надеть ошейник. Хозяйка собаки подтвердила, что на фото именно Лёва. Мужчина побежал, со слов того, кто фотографировал, за какой-то ошейник, чтобы еще что-то взять, увезти. Не знаю, удалось, не удалось. Мужчина тоже, который сфотографировал, он не знает, удалось ли, не удалось ему увезти Лёву. Но это единственная фотография, которая у нас есть. Тёмненькая девушка, лет 30, наверное. Время идет, но семья не отчаивается и продолжает активные поиски своего любимца. Ведь Лёва еще и коллега своей хозяйки-нейропсихолога, которая помогает в реабилитации людям с инвалидностью. Если вы обладаете информацией о месте нахождения золотистого ретривера Лёвы, свяжитесь с его хозяйкой по номеру телефона. В Горках Ленинских открылась выставка «Пальмы и розы» Зинаиды Морозовой. В экспозиции представлено более 400 экспонатов из музейных и частных собраний. В рамках этого масштабного проекта пройдут экскурсии, лекции и творческие мастерские. На открытии побывала наша съемочная группа. «Цветочная жизнь дам и барышень серебряного века» впервые в центре внимания сотрудников музея-заповедника Горки Ленинские. Уникальную четырехмесячную программу задумали вместе с коллегами. Один из любимых наших выставочных проектов «Пальмы и розы» Зинаиды Морозовой, потому что нам очень хотелось рассказать об этой героине усадьбы Горки, которая, собственно, более 100 лет назад так ее преобразила и во многом определила, на самом деле, ее дальнейшую судьбу. И то, что усадьба сохранилась, и то, что она имеет такое важное значение в историческом контексте страны. Выставка объединила представителей крупнейших музеев московского региона и научно-исследовательских организаций в области изучения охраны природы. Очень сжатые были сроки и очень большое количество партнеров. Такого у нас еще не было. На церемонии торжественного открытия особо отметили, что многие музейные экспонаты выставляются впервые. А высадка Росток – вообще историческое явление в жизни усадьбы I-III XIX века. Я очень рада, что мне дали возможность вернуть в эту усадьбу немножко женственности, потому что здесь все очень изящно и красиво. И Зинаида Морозова, которая была последней дореволюционной владелец этой усадьбы, она была очень женственной и очень любила себя окружать прекрасными вещами – пальмами, розами, фарфором, золотом. Жизнь в подмосковной усадьбе, вкусы и привычки обитательниц – обо всем этом смогут узнать гости музея-заповедника. В этой экспозиции каждая единица хранения с невероятной историей и судьбой. Савва Тимофеевич Морозов – это, естественно, его родина – Орехово-Зуева, родина Зинаида Григорьевна Орехово-Зуева, и мы чтим обоих. И с удовольствием приехали сюда, и то, что наконец-то возникла, вот эта мысль вспомнить о Морозовых, о Зинаиде Григорьевне в частности, нам придаёт большой радость. Выставка продлится до 22 октября. Запланировано немало интересного – пешеходные экскурсии, концерты, встречи с профессиональным агрономом. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова